Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня мы с вами будем делать самый трендовый макияж – растушеванную стрелку. Первый этап – берем базу Urban Decay по тени и кисточку номер 6. Наносим полностью на всю гублость глаза. Та же кисть – тени Charlotte Tilbury и очень важно выбрать цвет, который будет втушеваться в кожу. То есть, если вы взяли цвет и растушевали его по руке, он должен визуально исчезнуть у вас. Очень важно изначально нанести хорошо на подвижное веко и дальше уже остатки вывести на неподвижное и растушевываю на неподвижное. Видите, тень очень-очень мягко втушевывается в кожу. Я вообще очень люблю эти тени, потому что они дают плотное покрытие и не скатываются. То есть, видно, что у нас уже база готова. Мы будем делать тушевку глаза до зоны видимости. Вот у нас зона видимости, где у нас начинается кость. Берем карандаш Elan E01 и тоненькую кисточку, которой мы будем выводить кончик. Это номер 1 из серии Blackwood. Изначально нам нужно найти, где будет наша заканчиваться стрелка. Стрелка может идти по трем линиям. Первая линия – это нижняя линия брови. Дальше у нас точка равновесия. И третья линия – от внутреннего угла глаза до наивысшей точки. Это зависит от формы лица. У нас идеальная форма лица, поэтому мы можем с вами чуть-чуть вытянуть глаз в сторону, поэтому мы будем отталкиваться от нижней линии брови. Карандаш, он как подводка себя ведет. Им очень удобно рисовать. Прорисовала направление. Открываю глазки. Посмотрела. И вывела аккуратно хвост кисточкой. Такой макияж подойдет абсолютно всем. И у кого нависшая века, и возрастному глазу. То есть это максимально универсальный макияж. Стрелку рисуем широкую, потому что нам нужно будет ее тушевать. Вот с самого начала ресничного контура. Стрелка у нас готова. Теперь нам нужно взять кисть, которую можно будет легко растушевать. Я беру кисть 01 из серии Face. И смотрите, как мы будем тушевать. Изначально я растушевываю верхнюю минию. Только верхнюю минию. Так как у меня там были кремовые тени, у меня все очень хорошо тушуется. То есть когда вы делаете что-то, вы должны сразу понимать, как бы это не звучало, но вы думаете, что вы во что будете втушевывать. То есть если у вас там были, например, сухие тени, вы уже карандаш хорошо не растушуете. То есть карандаш у вас будет хорошо тушеваться либо по консилеру, либо по тону, либо по кремовым теням. И я край растушевываю. Теперь смотрите, беру, где у меня идет орбитальная складка, тень и подтягиваю ее чуть-чуть дальше. Видите, о тени на свет, о тени на свет. Тогда у меня глаз будет более объемный. Вытянула и чуть-чуть размыла минию орбитальной складки, чтобы у меня не было четкой полоски. Нижняя часть линии пока меня не волнует, я ее не трогаю, потому что здесь еще будет подводка. И я ее выведу дальше красиво консилером, карандашом консилера. Сейчас мы будем высветлять зоны под бровью и внутренний угол глаза. Мне не нужен очень светлый цвет, но чтобы высветление было видно, мы берем тень на два тона светлее. Поэтому я беру из палитры Anastasia Berry Hills Renaissance и наношу под бровь и внутренний угол глаза. У меня здесь такая есть ямка, я ее высветляю и поднимаю свет до брови, чтобы визуально увеличить пространство глаза. Если у вас бровь находится низко, высветляйте эту зону и бровь будет казаться выше. Набрала на эту же кисть пигмент, это бело-золотой пигмент, наш тестовый образец Elan. И подсветлила внутренний угол глаза и под бровью. Добавила больше свечения и мне легче будет растушевывать следующий цвет. Палитра Huda Beauty. Видно, что я ее люблю. Цвет, который втушевывается в кожу. Что значит втушевываться в кожу? Когда вы его взяли и начинаете растягивать, вы видите, что он приблизительно такого же оттенка, как и скуловой корректор. Когда мы растушевываем черную стрелку, у нас цвет превращается в серый. И мы уже на этот цвет накладываем тени. Поэтому всегда в таких случаях нужно брать цвет теплее, чем вам бы хотелось его получить в результате. Как раз будет то, что нужно. Наносим только на зону выше орбитальной складки. И подтягиваем дальше в направлении нашей стрелки, но не дальше в кости. Либо, как еще называют, зоны видимости глаза. Берем золотой цвет. Я прямо его беру на палец и наношу по центру глаза. Это будет наш цвет акцент. Той же третью кистью я опять набираю цвет, который втушевывается в кожу. И растушевываю края. Беру следующий тепло-кирпичный цвет из этой же палитры. И наношу в угол глаза, но не до конца к стрелке, потому что там уже будет самый мой темный цвет. Самые темные тени мы будем наносить в конце, но перед этим мы должны сделать с вами подводку, чтобы линия ресничного контура была четче. Если у меня отпечатается на нижнее слизистая, ничего страшного, я потом уберу. Кисть у меня ELAN F08. Я люблю большие кисти для подводки, потому что намного быстрее рисовать и менее намного четче. Если у вас глаз маленький, вы можете нижнюю слизистую не прорисовать. Точно так же, если у вас глаза близко посажены, можно внутренний угол глаза не выводить. Но здесь, когда мы прокрасим ресницы и наклеим, это будет выглядеть очень эффектно. Берем с этой же палитры, куда бьюти, такой темно-бордово-припыленный цвет и затемняем внешний угол. Карандаш черный, который мы растушевывали, дает нам плотность цвета и при различных фото и видеосъемках у вас тени не будут выглядеть светлее, либо пробиваться светом. Можем взять нашу кисточку F03 и растушевать края. Прокрашиваем ресницы сначала нижней, потом верхней. Сейчас мы берем ресницу, но я не буду ее клеить цельно. Я ее разрежу на три равных части и приклею по частям, потому что так удобнее носить и удобнее выкладывать ресницу. Теперь берем карандаш C1, как я говорила, и проводим возле стрелки. Тогда наша стрелка будет выглядеть визуально четче. И отдушевываем кисточкой вниз. Нижнее веко закрепляем тенями бежевого оттенка из палитра Huda Beauty. Они немножко с желтым оттенком и как раз будут приглушать, если у нас есть где-то фиолетовые либо синие синячки под глазами. И во внутреннем углу глаза дорабатываем подводку тоже, чтобы она выглядела ярче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...